привет друзья сегодня на второй выпуск рубрики видео ответ и речь у нас сегодня пойдет о клипсовании предыдущем ролике я рассказал о том как я клипсуюсь так чтобы оставить запас на так называемую поклевку на паровоз да а сегодня мы поговорим о том на какую же дистанцию нужно заклипсоваться чтобы точно забрасывать и точно кормить сподом я раньше думал что достаточно в дальномер да там или по колышкам отмерить нужную дистанцию затем на эту же дистанцию выставить удилище сподовые рабочие и я точно буду кидать на данную дистанцию точку в точку но я предполагал что конечно это не так и сегодняшние эксперименты мне это уже подтвердили собственно я выбрал водоем с береговой зоной так называемая дамба на котором я смог маркер вблизи расположить около берега чтобы можно было максимально точно визуально определить вот эту погрешность первый же после того как я выставил сначала дистанцию в 50 метров чтобы проверить растяжимость лески я заклипсовал те же 50 метров на рабочем удилище и принципе не был удивлен когда наш груз перелетел на 4 метра возможно и больше на 5 из-за чего это происходит после того как мы забрасываем удилище с точки с которой мы допустим я по дальномеру выставлял маркер после заброса мы отдаем до у нас удилища дошло до клипса и мы удилища даем вперед естественно вот эти не 4 метра от начиная хотя бы от катушка держателя уже у нас прибавляется чуть больше трех с половиной метров это это и есть дистанция перелета которая была у нас на 50 метров после того я повесил вспомб и на эту же дистанцию также начал бросать ситуация одна и та же на сподовом удилище у меня также монолеска и заметил что он даже на 50 метров уже есть растяжимость примерно но погрешности разные от 50 до сантиметров до метра за чего это происходит когда я посылал вот такой по правильной параболе да то в принципе погрешность была минимальная растяжимость лески там около полметра если же я забрасывал по низкой траектории то в этом случае с помп перелетал метр да вот поэтому нужно это обязательно учитывать после реанимации маркера который у нас оборвался к сожалению он был один вот я дождался полного штиля чтобы исключить возможность боковых дух из-за ветра у нас ветер дул примерно под 30 градусов встречной то есть была небольшая дуга но она была очень и очень незначительная в принципе я по моим сегодняшним экспериментом и предположением представляю такую картину себе что растяжимость лески и у которой у нас есть метр да и вот небольшой ветер сегодня был около трех метров я думаю что где-то если будет 3 4 5 метров то как раз и будет компенсация растяжимости лески она будет падать в одну и ту же точку вот после того я решил продолжить эксперименты и выставил маркер на дистанцию 110 метров естественно после первых забросов у нас даже в камеру объектива не попало которая кстати стояла по направлению к моему забросу ровно под 90 градусов чтобы я мог точно отличать насколько же груз будет перелетать или не долетать ситуация была аналогична еще даже больше и в кадр данный забросу даже не вместились то есть он перелетал более чем на 5 метров затем я также уменьшил дистанцию на длину удилище 4 метра и оператор подсказывал что все равно перелетала у нас оснастка примерно в стабильном метре если же сильные получали забросы и он как бы отпружинивал то в этом случае возможно были даже и недолеты то есть нужно обязательно это учитывать и в будущем да если вы допустим вкладываетесь забросы знаете что с дистанция не такая уж и большая то оснастка долетая достаточно хорошо от пружинивает назад что касается с помба тут я уже просто напросто решил опытным путем проверить насколько же нужно уменьшить чтобы точно класть сначала я уменьшил нас 4 метра он также не долетал затем я уменьшил на четыре с половиной метра он но практически уже нет не долетал но опять же таки все зависело от траекторий в итоге я так представляю что примерно чтобы забросить с помп в точку нужно убрать пять пять с половиной метров это в условиях штиля есть еще такой интересный нюанс который к сожалению пока что у меня не представляется возможным провести это под каким углом у нас падает оснастка на дно если мы ловим на среднестатистических водоемах где глубина 2 метра то гипотенуза будет не такая уж и большая разница с прямой поэтому я всегда практически этим пренебрегал то есть нашей растяжимости вот этого метра и хватает для того чтобы груз упал ну где-то в полуметра на 1 метр не знаю есть даже некоторые такие таблицы которые люди составляли не знаю по тематическим или практическим путем и у них есть там некоторые данные зависимости от глубины ну соответственно должны понимать если у нас два метра да то грузик упадет недалеко есть уже у нас будет глубина 6 метров то груз ляжет намного ближе это нужно обязательно учитывать я же никогда этим повторить не заморачивался потому что ловил на стандартных наших водоемах два два с половиной метра глубиной вот в принципе такие вот получились у меня данные эксперимента в будущем я обязательно в каком-нибудь возможно отдельном видеоролике или в видеоотчете попробую провести тест с плетенкой и сравнить растяжимость действительной лески я использовал сегодня леску на сподовом удилище у меня climax export 0.25 на рабочем было 0.28 то есть ну разницы особой растяжимости я не заметил мы повторюсь что есть погрешности начиная от дальномера там где забросу сделал плюс-минус там 20-30 сантиметров ну и плюс визуальные погрешности которые невозможно определить совершенно точно ну скажу так что я вывел такую формулу что забросить точно нужно отнять пять метров ну вот спасибо всем за просмотр да если данная вам информация была полезна ставьте лайки подписывайтесь на мой канал и пишите какие вопросы еще сделать видео ответы всем не хвостаньте шеи пока